Волынь не контролировали, не агрессивно играли в отборе. Этими давали преимущество соперников. Если то, второй тайм уже более-менее так был получше, побыстрее группа игроков, молодых. Так скажу, очень радует, очень радует. Не буду называть фамилии, но ребята молодцы, стараются. И второй тайм добавили нам и в скорости, и в организации игры. А если в первом тайме, можно сказать, такая фатальная нереализация до певной меры, то потом гол Завгороднего стал примером того, как гравец, напевно, напрацював на этот гол, бо была невимушена ситуация, розигрыш стандартного положения, и власный удар с дальней дистанции 1-3. Скороче, рахунок. Да, он заслужил. И что первый, что второй тайм, он так активно работал. Ну, активно работал в атаку. Мы добиваемся, чтобы от него еще исходила игра в обороне. То есть обороняться он тоже должен уметь. И заставлял противника все время работать в сейтноте. Еще вот те моменты, которые он играл в атаке, у него как бы так все проходило, все получалось. Моха забить и в первом тайме, но в конце концов во втором забит. То есть могу во втором еще один мяч забить сто процентов. Но так не шло. Хотя забил, на мой взгляд, очень неплохой гол. А власне переходите на травяный газон, с какими думками отправляетесь в Туреччину, яка будет в подальшом программе подготовки? Ну, в дальнейшем главное, чтобы там погода не помешала. Потому что читаем сегодня средства массовой информации. Там дождь, там игра не состоялась, там трудности с полями. Главное, чтобы погода нам не помешала и дала возможность работать на зеленых полях. А так у нас все по плану. План есть. Едем, готовимся. И дай Бог, чтобы все были живы и здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова